Участковые села Дородское, председатель горсуда и глава госадминистрации Дубасар. Все эти должностные лица получили повестки из молдавской полиции с требованием явиться на допрос. Некоторым извещения приходят уже в третий раз. По мнению Приднестровской стороны, такая бурная деятельность молдавских правоохранителей не должна остаться без оценки со стороны Объединенной контрольной комиссии. Мы считаем, что это просто элемент запугивания ночью участкового, чтобы они прекратили свое функционирование как правоохранители составляющие в селе Дородское. Более того, скажу, что сегодня мы получили документы и представили их в Объединенной контрольной комиссии о том, что уже и глава государственной администрации города Дубасары, Ковалев Федор Григорьевич, также вызывается в комиссариат полиции уже в качестве обвиняемого по каким-то уголовным делам. Но к чему это может привести, как вы считаете? Я думаю, что это может привести исключительно к обострению ситуации во взаимоотношениях между Молдовой и Приднестроем. По мнению Приднестровского сопредседателя, подобные действия молдавской полиции не способствуют укреплению мер доверия. Сегодня ОКК дала оценку инциденту от 5 февраля. Напомним, тогда был задержан директор Тираспольского лицея Лучана Благи, перевозивший крупную сумму денег. В работу правоохранительных органов Приднестровья вмешались молдавские миротворцы. Нельзя выходить миротворцам за рамки временного положения о деятельности миротворческих сил и военных наблюдателей в зоне безопасности. Миротворческие силы, согласно этого положения, должны содействовать правоохранительным органам, но ни в коем случае не препятствовать их деятельности. Следующее заседание ОКК будет выездным. Комиссия проведет проверку готовности миротворческих постов к несению службы в весенне-летний период. Данная проверка будет проходить на южном участке зоны безопасности. Здесь непосредственно мы дадим оценку того, насколько наш объединенный военный командование, наши миротворцы готовы к несению службы именно в весенне-летний период и насколько посты сегодня соответствуют тем необходимым нормам, которые определены соответствующими нормативными документами. Сегодня отметили, несмотря на существующие и текущие разногласия между сторонами, обстановка в зоне безопасности остается стабильной и контролируемой. Андрей Малеван, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал.